Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Создал свой штаб, который следит за наличием товаров первой необходимости в Кировской торговой сети. Программа Экономика. Аграриям пообещали предоставить все обещанные меры поддержки. Об этом заявляют в региональном правительстве. В марте обещают выплатить субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и другие. Кроме того, аграрии получат средства на производство молока, на страховку в области животноводства, на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, заверяют кировские чиновники. По их подсчетам, по состоянию на 1 апреля на производство аграриям выплатят из федерального бюджета примерно 400 миллионов рублей. Это половина запланированной на год суммы. 340 миллионов предоставит областной бюджет. Это 75% годового лимита. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котличкова, дали цитата, «Для нас другой задачи нет, кроме как обеспечить выполнение весеннеполевых работ, собрать урожай, произвести молоко». Конец цитаты. Экономика на 101 фн. Продавцы недорогой недвижимости смогут не декларировать доходы. С этого года изменился порядок подачи деклараций 3НДФЛ. Если доход от продажи жилья, садовых домов или земли не превышает миллиона рублей от продажи транспорта, гаража или другого нежилого помещения 250 тысяч рублей, декларация больше не нужна. Эти суммы соответствуют размеру имущественных налоговых вычетов и налог к плате будет равен нулю. Сейчас от НДФЛ также освобождены доходы от продажи имущества, полученные с 2021 года членам семьи с двумя и более детьми. Ключевое условие – до 30 апреля следующего года налогоплательщик должен приобрести другое жилое имущество, которое превышает по площади и размеру кадастровой стоимости ранее проданный объект. Экономика. И о курсах валют, действующих на сегодня. Официальный доллар – 116,75 руб. евро – 128,95 руб. На этом все. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.